В Заволжском районе Ульяновска проживает больше 220 тысяч жителей. Самые активные его жители на прошедшей стратегической сессии обсуждали, как должен измениться район за 10 лет. Небольшими группами граждане строили свои стратегии, а потом выносили их на суд экспертов Центра стратегических исследований. Дали обсуждения и голосования за лучшие инициативы, которые позже войдут в народную программу развития региона. Жительница района Татьяна Сапоженькова, например, предложила снизить процентную ставку подоходного налога пропорционально количеству детей. То есть, например, если нет детей, то 13%, если один ребенок, то 12%, если двое детей, то 10%, и таким образом, например, дойти, что пятеро детей, например, 3%, или вообще отменить налог. В блоке демографии участники отметили, население района, в частности, региона в целом стареет. Средний возраст жителей составляет 42 года. Снизилась рождаемость. Необходимо привлекать молодых специалистов, создавать молодежные проекты, в том числе предоставлять жилье. Как раньше было, например, человек устраивается работать на завод, за определенную зарплату. И ему предоставляется жилье, когда он уже уверен, что у него хотя бы есть очаг, он начинает создавать семью. Александр Попов уверен, увеличить рождаемость поможет хорошая транспортная логистика. Жители Заволжского района лучше всего знакомы с проблемой нехватки общественного транспорта и постоянных пробок. Ведь многие ежедневно ездят через мост на работу и учебу. В рамках Заволжского района мы рассматривали строительство развязки на Жуковке, для того, чтобы вовлечь земли арсенала в полноценное использование. То есть, чтобы не было на Дентроградском шоссе с Академией Павла так называемого эффекта бутылочного горлышка. Потому что если мы будем говорить о том, что мы, к примеру, хотим через 10 лет увеличить население Заволжского района в два раза, то нам нужно осваивать новые территории. Также команда Попова предложила осваивать проекты зеленой экономики, в том числе построить больше зарядных станций для электрокаров. Идею поддержали и остальные участники. Также жители предложили создать велодорожку по всему Заволжскому району и осветить ее фонарями с солнечными батареями. Все эти идеи в ближайшем будущем могут стать реальностью.